МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подрастающего поколения очень важна эта тема, поисковое движение в городе Десногорске, и что нужно знакомить детей с поисковым движением, с людьми, которые в этом участвуют. Награждение победителей 17-го межрегионального турнира по боксу. Держите удар соперника и не отпускайте руку. Всем нам, конечно, удачи. Мы ждем вас всех на следующем 18-м турнире. Вечером в пятницу 8 ноября пожар в поселке Холмжирковский Смоленской области унес жизнь главы района Олега Макарова. Увидев пожар на территории соседского дома, мужчина не остался равнодушным и начал тушить пламя подручными средствами до прибытия пожарных. В какой-то момент Олегу Макарову стало плохо. Он был госпитализирован уже без признаков жизни, поэтому медики оказались бессильны. Церемония прощания с Олегом Макаровым состоялась 10 ноября в Свято-Никольском храме поселка Холмжирковский. В последний путь гречески погибшего главу района провожали в том числе губернатор Алексей Островский. Глава региона сообщил, что Олега Макарова посмертно наградят почетным знаком за заслуги перед Смоленщиной. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 86 сообщений о происшествиях, из них 7 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 95 административных правонарушений, в том числе 68 нарушений правил дорожного движения за распитие и спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах под административной ответственностью привлечены 12 человек. В ноябре прошлого года по поручению губернатора области Алексея Островского были предприняты меры по модернизации работы службы занятости Смоленщины. Заметные результаты проведенных изменений обсудили на заседании Комитета содействия занятости населения. Так, с начала 2019 года регистрируемый уровень безработицы снизился с 5,5 тысячи до 4,7 тысяч граждан. Постепенно увеличивается и количество вакансий. Со стороны работодателей их поступило уже более 9 тысяч. Также с апреля начал работу интерактивный портал работа.смоленск.ру. Благодаря ему найти работу или сотрудника можно по всей Смоленской области. Власти и дальше намерены улучшать ситуацию с занятостью в регионе. Рождественские чтения, Великая Победа, Наследие и Наследники. Церковно-общественные лекции, целью которой служит духовное и нравственное воспитание молодого поколения. Об одном из таких семинаров далее в сюжете. 8 ноября в храме иконы Божьей Матери Всескорбящих Радость Десногорска прошел просветительский семинар. Спикером мероприятия выступил Игорь Журавлев, председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Школьники Десногорска из первых уст узнали о поисковых отрядах муниципалитета. Благодаря таким инициативным группам в истории героев Великой Отечественной войны все меньше белых пятен. Отряд «Поисковая высота» образовался в 2005 году, в феврале этого года, следующего года ему исполняется 15 лет. За родину вообще молодой отряд совершенно, ему 6 лет, но работаем очень хорошо. Начиная с 2002 года, каждые рождественские чтения получали и свое название, отражающее их основную тематику. Нынешняя тема – «Великая победа на среде и наследники», приурочена к юбилейной дате победы во Второй мировой войне. И цель мероприятия в том, чтобы напомнить о невероятном высокой цене, которую заплатили наши деды и прадеды за мирное небо над головой. Инициатором сегодняшнего мероприятия явился отец Виталий, который считает, что для подрастающего поколения очень важна эта тема – поисковое движение в городе Десногорске. И что нужно знакомить детей с поисковым движением, с людьми, которые в этом участвуют и которые в этом задействованы. Но это все, естественно, способствует патриотическому воспитанию детей. Рождественские чтения проходят в несколько этапов. До регионального есть муниципальные, подготавливающие темы для обсуждений. Наиболее интересные из них будут обсуждаться не только на уровне региона, но и в Москве. В Десногорске цикл семинаров завершится торжественным концертом 21 ноября. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. До всероссийской переписи населения остался один год. В 2020 году она уже будет 12-й по счету за всю историю страны. К такому событию уже готовится Смоленск, кстати. Работа началась с проверки списков и карт объектов недвижимости. Позже данные систематизируют и занесут в электронную базу. Именно по ней переписчик будет строить свой маршрут. По области будут работать более 1700 таких специалистов. Каждый из них будет иметь нагрузку в 550 человек. Переписчик будет одет светоотражающий жилет, шарф с надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и у него будет сумка. Все это синего цвета. Но главный атрибут переписчика – это его удостоверение. Переписать себя и свою семью впервые можно будет и самостоятельно. Для этого на портале Госуслуг появится отдельный сервис. 9 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» прошли финальные бои и награждения победителей межрегионального турнира по боксу. Подробнее в сюжете Ксении Вьюшковой. Вот они, призы, медали, кубки, которые получат участники и победители 17-го межрегионального турнира по боксу. Кто кажется лучшим и заберет с собой главный кубок соревнований, узнаем уже совсем скоро. Две страны – Россия, Белоруссия и 15 городов-участников и 104 лучших спортсмена собрал турнир, посвященный памяти заслуженного энергетика России Сергея Крылова. Профессиональным мнением о проведении турнира поделился Анатолий Батрасов, тренер и председатель федерации бокса Смоленской области. Самым маленьким участникам турнира всего 8 лет. Несмотря на такой юный возраст, спортсмены демонстрировали техничные бои, оценка которых проводится по нескольким критериям. Удары должны быть точными и результативными. Несомненное преимущество получает боксер, который задает рисунок боя и становится хозяином на ринге. Кроме нанесения удара, спортсмен должен владеть элементами защиты – нырки, уклоны, челночные движения корпусом, а также эффективное применение захватов. По итогу трех раундов объявляется судейское решение. Максимальный накал эмоций, радость победы и слезы разочарования. Финальный день для участников и болельщиков выдался довольно напряженным. Ближе к окончанию на ринг вышли более взрослые и опытные спортсмены. Все зрители турнира с нетерпением ждали заключительных боев, по итогам которых победу одержали спортсмены из спортивного клуба «Ринг» города Десногорска. Один из них – Раваил Джавадов. Он занимается боксом семь лет. Не жалеть себя, выкладываться на тренировках, слушать тренера и быть спокойным на ринге – главное правило Рафаэля. У меня была цель всегда, ну, всех сильнее быть. И когда на бокс записался, вот у меня соревнования шли, я всегда хотел выигрывать, выигрывать и идти дальше. И у меня всегда так будет. Самую почетную награду турнира завоевал Илья Песегов. В тяжелом финальном бою он сумел одержать победу над соперником и получил звание сильнейшего боксера 17-го межрегионального турнира по боксу. Конечно, радость. Ни разу не получал такую награду. Я впервые за пять лет не получил. И обрадовался. Все участники соревнований показали отличный уровень подготовки. Лучшими оказались юноши из Смоленской области. Также много наград забрали представители Брянской, Калужской областей и Республики Беларусь. По итогу турнира 11 спортсменов из Десногорска завоевали призовые места. И это, безусловно, вызывает гордость. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Со следующего года российские водители смогут позаработать на аккуратной езде. За это скоро можно будет получать баллы и тратить их на оплату штрафов или получение скидок на полис ОСАГО. Такую систему поощрений за безаварийную езду протестируют уже в 2020 году. Где именно, пока не сообщается. В первую очередь такая система будет способствовать более безаварийному поведению автомобилистов на дорогах. Так говорят инициаторы проекта. Внедрение новой системы не требует какого-либо специального оборудования. Но разработка нормативно-правовой базы все-таки потребуется. Инициатором проекта является вице-премьер Максим Акимов. С такой идеей парламентарий впервые выступил в октябре текущего года. В конце выпуска о погоде. 12 ноября в Десногорске переменная облачность. Температура днем плюс 7, ночью плюс 1. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!